Здравствуйте, ребята! С вами преподаватель по школьным предметам Елена Владимировна. Мы продолжаем готовиться к ВПР по математике для 5 класса. Вот смотрите, что у вас может быть. Видите? 8,36 равно неизвестно 9. А я вам расскажу, как это делается. Я сразу подсказываю, что здесь составители задачки, примерочка, они сразу сделали штуку такую, называется сокращение. Это деление и верха, и низа на одно и то же число. Интересно, а если 36 было, а 9 стало, на что 36 поделили? А умнички, конечно, на 4, и получилось 9. А это значит только одно, что и восьмерку они тоже поделили на 4, ребят. Потому что делить и верх, и низ сокращать можно только на одно и то же число. Поэтому если из 36 получилось 9, то из восьмерки получится что-то, деленное на 4. А что это? А это 2. Сокращение. Это такая процедура, когда вы и верх, и низ, и числитель, и знаменатель чикаете на одно и то же число. В данном случае на 4. Вот и все. Следующий пример. Давайте с вами всматриваться. Смотрите. 21,49. А внизу получилось 7. Значит, 49 в знаменателе они поделили на что-то, чтобы получилось 7. А на что? Ай, молодцы, ребята, конечно, табличку умножения всегда рядом с тобой держим. Конечно, на 7. Но это значит, что и 21 мы должны поделить на 7. Давайте поделим. И получится, умнички, 3. Совсем ведь легкие примеры, правда? Да, ребятушки, пожалуйста, ставим лайки, подписываемся на канал. Учителю это очень поможет в развитии канала. Следующий примерчик. Солнышки, опять и вверх, и вниз надо делить на одно и то же число. Подсказка вот она. 32 разделили на что-то, получилось 4. А табличка нам подсказывает. На 8 они разделили 32, и получилось 4. Значит, и 24 мы обязаны делить на 8. Только и всего. Ребят, это был номер 2 из ВПР. Мы с вами будем делать дальше. Скоро выложу номер 3. А вам удачи на экзаменах. И ни пух, и ни пера.